Привет, друзья! Почти полтора года прошло с тех пор, как я завел свой канал. Огромное спасибо всем подписчикам, которые были со мной, которые помогают развивать этот канал. Не забудьте сейчас пройти в описании видео. В общем, внизу прикреплен опрос. Что бы вы хотели? Меня очень интересует улучшение качества моего канала. Чего больше бы вы хотели? Обычных обучающих роликов, стримов с турниров, стримов с турниров, где я играю, онлайн-блиц со зрителями, моего участия в турнирах и матчах с разными шахматистами. То есть, выберите, пожалуйста, и проголосуйте. Это первое. Второе. Под моим последним до этого роликом Было очень хорошее замечание Аркадия. Давайте посмотрим. Аркадий мой соведущий в различных прямых трансляциях. Человек, который викторину провел на годовщину моего канала, составил сам вопросы реальные, призы выделил. То есть, человек, который очень много мне помог, написал, Юрич, отключая уже вшивую монетизацию, реально бесит уже какой смысл. Примерно то же самое мне сказал ученик центра Карпова-Тюменского, кандидат-мастера Алексей Дубинин, что вот он, допустим, очень часто, если реклама вмешивается, просто выключает ролики. Да и сам я тоже очень не люблю рекламу, и поэтому с этого дня вот вы смотрите ролик, и рекламы уже никакой не будет больше. Все, монетизацию я отключаю. Вот, но тут же под моим ответом еще один человек написал, что хотел бы поблагодарить донатом, в общем, рублями. И просит создать обучающий ролик, как поддержать меня. Примерно то же самое, тот же самый вопрос задавал мне один израильский ветеран, любитель шахмат, которому тоже понравилось, как я... Ну, понравились ролики, которые я записываю, и он просил тоже записать. Ну, на самом деле, все просто. Теперь под каждым моим роликом, а не только под каждой трансляцией, есть вот... Под трансляциями там неплохо было бы нажать кнопку «Еще», а под роликами иногда сразу же мелькает ссылка «Поддержать канал», и если по ней щелкнуть, то автоматически вы попадаете, видите мою фотографию, на мою страничку, вот у этого сервиса, DonatationAlerts.com. После этого вам нужно выбрать рубли, доллары или евро, которые вы донатите. Скажем, вы донатите в рублях. Вот самое простое. Да, ну, можно и в евро. Жмете «Донатить». А, сумму, да, сумму надо выбрать. Минимальная сумма 100 рублей, 1 доллар или 1 евро. Выбираете наиболее удобный для вас способ. Можно деньгами ВКонтакте платить, можно в AppMoney, Яндекс деньгами, PayPal и так далее. Даже биткоинами и то можно. Жмете, ну, самый популярный способ, это на банковскую карту и перейти к оплате. После чего вас перекидывает на стандартный сервис, видите, на стандартную страницу оплаты, номер карты, месяц, год и последние три цифры, срок действия. То есть, все неимоверно, легко и просто. Вот. Так. Ну, давайте попробуем. Что ты будешь делать? Давайте попробуем с другого сервиса. Скажем, вот. Тоже вам же интересно. Так же 100 рублей донатить, скажем, в AppMoney. Перейти к оплате и будет то же самое. То есть, хоть PayPal, хоть евро, хоть доллары, без разницы. То есть, вас тоже перекинут на страницу оплаты. То есть, дальше нужно будет осуществить стандартные действия. То есть, все, кто платил с AppMoney, знают, как тут действовать. И потом перейти к оплате. То есть, все очень просто. При этом, таким способом вы можете поддержать не только меня, любимого, но и любого понравившегося вам стримера, блогера. То есть, любого абсолютно человека, который использует сервис denotationalers.com Вот. Ну и, пожалуй, так вот. Единственное, что еще хотелось бы сказать, что если суммы, которые там за сутки набираются меньше тысячи рублей, то эти деньги идут на поддержание хорошего настроения у технического директора, а суммы свыше тысячи рублей тут же идут на покупку микрофонов, мониторов новых, на покупку микрофонов со ведущих, на заявленные действия. Вот. А, еще важный момент, да, в denotationalers, если вы во время прямой трансляции донатите, то вы можете написать сообщение, которое зачитает специально обученный бот прямо во время трансляции. И если сообщение мне понравится, я его еще и продублирую. Вот. Ну, все, на этом, пожалуй, все, не буду больше ваше время отнимать. Продолжение следует...